приветствую любители москвы вы смотрите передачу обозрение московских храмов и на этой неделе будем смотреть храмы района зюзина который находится на юго-западе москвы ну и конечно же первым храмом самым главным храмом этого района тут сомнений нет является храм в честь мучеников бориса и глеба который находится вот на этой перекопской улице всего в зюзина 4 приходские храма но из них три новых и вот один старый храм построенный еще ну скажем так в конце 17 начале 18 веков вот когда-то здесь соответственно делать ныне проходит перекопская улица но и в окрестностях да кстати перекопская названа по перекопскому перешейку который собственно разделяет крым и остальную материковую часть то есть полуостров крыма он собственно вот разделен как бы именно полуостров именно благодаря тому что это перекопский перешейка ну и там неподалеку находится же в крыму соответственно село перекоп но и там шли достаточно сильные бои во время гражданской войны в россии то есть после революции до 17 года когда белые с красными ну и во время великой отечественной войны но собственно поэтому так эту улицу и назвали ну а когда-то здесь было село зюзина находилась да и здесь стояли крестьянские дома также было много полей собственно который в том числе и крестьяне возделывали ну леса и так далее ну и понятно дело что дороги преимущественно бы из ейся были грунтовые преимущественно да но может быть главное там какая немножко мощеная да и то а в основном конечно были именно грунтовые ну и конечно их планировка часа понятное дело утеряна поэтому то что сейчас это уже планировка она сделана в советское время но может быть что то там частично вошло в эту, так сказать, в состав улиц. Но сейчас и здесь вот на месте вот этой вот Перековской улицы проходил первый Зюзинский проезд. Но это уже все равно потом, да, уже в большей степени в советское время. Вот. А до этого, конечно, были другие улицы, собственно говоря, из-за подмосковного села Зюзина. И вот здесь по заказу боярина Бориса Прозоровского, который был одним из соратников Петра Первого, вот, вместо прежнего деревянного храма, который когда-то стоял здесь тоже, да, был построен современный храм, красивый храм в стиле московского барокко, как раз мучеников Бориса и Глеба. Ну, наверное, посвящение более-менее понятно, потому что Борис Прозоровский, соответственно, мученики Бориса и Глеб, ну, одного Бориса обычно не упоминают, обычно все-таки делают храм именно Бориса и Глеба, им вдвоем. Но он был, естественно, небесным покровителем, именно Борис, мученик Борис, был покровителем как раз этого князя Бориса Прозоровского. Вот. А, кстати, до этого имение принадлежало Морозовым, ну, до этого Сицким, потом Морозовым, ну, в частности, боярине Феодосии Морозовой, у которого имение было конфисковано, ну, поскольку она против Петра Первого выступала. Ну, и, в общем, многие тогда люди пострадали, в том числе и царевна Софья, ну, и ее заточили. Ну, и многие те, кто ее тоже поддержал, в том числе и боярине Феодосии Морозовой, тоже попало в опалу. Ну, и вот село досталось, собственно, потом Петр Первый своему, так сказать, одному из лучших друзей из подвижников, да, Борису Прозоровскому. Ну, понятно, все своим людям, как и сейчас, так это всегда было во все века, во все времена. И вот он здесь построил, собственно, вскоре вот эту вот церковь. Видите, она двухъярусная, очень красивая. Называется под звоном. Под звоном, то есть, как бы под колоколами, под колоколью. Очень красивая церковь. Причем, видите, она состоит как бы двухэтажная, по сути, церковь. То есть, там два храма. Верхний храм, она была раньше, летняя церковь, и нижний храм, там была зимняя церковь. Вот, и именно летняя церковь, верхняя, как раз, куда вот я сейчас пойду, она и как раз посвящена Борису и Глебу. А нижняя церковь, это и так, ну, раньше был зимний храм, он посвящен как раз князю Владимиру, а не Борису и Глебу. То есть, как бы два храма. Вот, но, поскольку все-таки, так сказать, церковь нельзя называть, так сказать, двумя разными именами, да. Ну, вот, по верхнему храму она называется в честь Бориса и Глеба в Зюзине. Вот, ну и когда-то, да, здесь вот стояли деревянные дома, крестьянские обычные дома. Ну, и кроме того, также была усадьба Барская. Потому что понятно, что в Парзаровске уже церковь построила, не, так сказать, не среди там поля, да, он же где-то, наверное, все-таки жил, понятное дело. И жил он, естественно, около этой церкви неподалеку. Был дворец, рядом флигели были, конюшня также была. Ну, в общем, все как обычно. Парк был английский, пруд, усадьба. Ну, все как обычно такая классическая дворянская усадьба. Ну, от тех построек усадьбы практически ничего не сохранилось, за исключением вот этой, конечно, церкви. Также одного из флигелей, который вот там находится, за детским садом, вот там, вот туда, прямо там находится детский сад, прямо сразу за оградой храма. А за детским садом там находится флигель 19 века. Вот он как раз тоже сохранился до наших времен. Там какое-то время, одно время был, как раз даже музей Зюзинский, Зюзинские волости, которая здесь находилась, вот, в дореволюционной, и немножко в советское время. Ну, сейчас я даже не знаю, музей закрыт, сейчас его закрыли, не знаю, что там находится. Там даже, вроде как, даже какое-то одно время гимназия была, Маймонида, ну, классическая гимназия. Ну, в общем, что там только не было. Так что можете посмотреть. Ну, еще сохранился также пруд, неподалеку от этой церкви. Туда дальше, по Перекопске, надо пойти. Я его показывал, поэтому еще раз показывать не буду. Я подробно о нем рассказывал, показывал в рамках передачи «Зеленые уголки Москвы». Так что можете ее пересмотреть. Там прям целая такие вот, ну, красивая местность. И там, прям вокруг этого пруда, целые такие стенды стоят с плакатами, ну, с информацией о том, как о Зюзинской волосе, много фотографий разных людей и так далее. Ну, так вот. Так что церковь, видите, она строилась довольно долго. То есть, получается, что нижний храм построили сначала в 1688 году. А вот этот верхний, куда я сейчас пошел, ну, нижний был закрыт. Ну, а вот верхний, как раз в честь Бориса и Глеба, вот он был построен в 1704 году. То есть, самое начало 18 века. И строил архитектор Яков Бухвостов. Вот. Вот это, собственно говоря, центральный алтарь, да, вот как раз в честь Бориса и Глеба. Надо сказать, что в советское время храм был закрыт. И в конце 30-х годов. И местные жители, они унесли на дрова резной иконостас, очень красивый ровесник этого храма. То есть, тоже начало 18 века. Ну, и двери, окна растащили. Короче говоря, все, что только можно. Ну, и все убранство, оно было потеряно. И тут потом, в общем-то, вроде как даже какое-то общежитие было. И разные мастерские, и в том числе по обработке алмазов, и склады. Ну, а потом, уже в конце советского времени, был архив Министерства инструментальной промышленности Советского Союза. Ну, и, короче, все, что здесь было внутри, все здесь было утрачено. Поэтому все, что мы сейчас здесь видим, это все новое. Ну, относительно новое. То есть, я имею в виду, уже после открытия храма, которое произошло в 1989 году. Ну, вот именно верхний храм открыли в 1990 году. То есть, нижний 89, а вот этот верхний в 90. Вот тогда здесь был Севастопольский район Москвы. Ну, когда стали храм открывать, да, как уж конец 80-х, начало 90-х, собственно, вот открыли этот храм. Поэтому каких-то святынь тут, в общем-то, нету, как мы видим. Но при этом храм, он, видите, довольно обильно расписан. Много икон. И, конечно же, понятно... Вот, кстати, Борис и Глеб изображение. Вот. И понятно, что сразу как-то видно, что храм, он древний. То есть, явно не скажешь, что это новый храм. Вот. По композиции, вообще по обстановке, сразу видно, что храм этот построен, конечно, был достаточно давно. Несмотря на то, что интерьеры здесь все новые. Вот, видите, Борис и Глеб как раз вот на одной из колонн изображения. Можно видеть это, как бы считать, такие покровители этого храма, в честь которых он, которым он и посвящен. Вот так все это выглядит сегодня. Ну, и храм, как видите, небольшой. И это тоже, опять же, один из признаков того, что этот храм, он такой, знаете, был именно, ну, что говорится, для своих барских храм. Вот это вот здание, это сейчас, ну, тут сейчас воскресная школа, это просто новая постройка. Она не должна смущать, потому что некоторые принимают, почему-то, ее за старую постройку, что считают, что это как бы еще осталось с тех времен здание. Нет, это здание наводил. Ну, она немножко повторяет, видимо, одну из таких старых барских построек, которые здесь находились, но на самом деле это все наводил. Просто воскресная школа. Да, так же, как и все остальные постройки здесь на территории, то есть только один храм древний, а все остальные постройки, это все новое. Вот этот тоже домик для священников, там библиотека есть, вон еще один домик. Ну, народу, видимо, много здесь обслуживает этот храм. Не помимо священников, мало ли, там всякие священцы разные, продавщицы. Электрики, сантехники, ну, все нужны, понятно, в хозяйстве. Это хозяйство-то большое, все-таки достаточно, чем двухэтажный храм. Ну, вот и все, они не жнат где-то тут жить и как-то пребывать, хранить там свои какие-то вещи. Ну, вот, красивый храм, видите, да? Двухэтажный, к основному зданию с боков прямых, а четырехугольные, алтарный выступ, притвор, завершенный тоже главами. Много разного декора, очень красивый стиль, самый мой любимый, ну, или, по крайней мере, один из любимых, московская барокко, или просто барокко. Вот, еще русская зорочка, мне нравится. Это, пожалуй, вообще-то, все-таки самый любимый. Ну, московская барокко тоже хорошая. Вот, видите, есть наличники, но наличников здесь, кстати, нет. Вот, окна есть, наличников нечто интересно, потому что обычно в московском барокко есть наличники. Ну, такая вот территория, где можно, кстати, погулять. Все открыто, пожалуйста. Ну, растительности здесь немного, как мы видим. Так, немножко по углам. Поэтому в жаркую погоду, конечно, находиться здесь может уж не очень комфортно. Ну, вот, видите, лавочка в тенечке зато стоит. Так что, уголок затененный все-таки даже здесь есть. Несмотря на то, что там пространство открытое, но небольшой уголок все-таки есть. Видите, колонки. Колонок очень много. Резные фронтоны, широкие ниши в нижнем ярусе. Лестницы ведущие. Вот, верхнюю церковь. Ну, одно из них я как раз прошел, тоже красивые. Вот. Пышный такой храм, красивый, трехглавый, на высоком подклете. Два восьмиугольных яруса, и в том числе верхний ярус звона, поэтому храм под колоколами называется. И его венчанным барабаном за головой. Фигурные гребни тоже можно посмотреть. Но, надо сказать, что несмотря на то, что церковь в советское время, ну, мало работала, да, в конце 30-х годов она была закрыта, но при этом храм реставрировался в 50-е годы, в 60-е, в 70-е. То есть, ну, там проходило не то две, не то три даже реставрации, вот, начиная с 50-х годов. Но при этом колокольня, кстати, вот колокольня, она новая, она новая, была очень красивая, четырехъярусная колокольня, но ее снесли, она стала постепенно разрушаться, ну, просто храм закрыли, забросили, да еще, взялое, жители тоже помогали все это растаскивать, ну, и в итоге колокольня просто стала разрушаться, и в одной из реставраций ее снесли, по-моему, в 50-е годы как раз, поэтому вот эта колокольня, вот которую мы видим, вот она здесь, как раз перед входом в храм верхний, да, она, она новая, то есть, ее построили уже, так говоря, в 90-е годы. Ну, и, кстати, из таких вот, особенно почитаемых здесь икон, это Тихвинская икона Божьей Матери. Ну, здесь рядышком, кстати, установлен поклонный крест в память погибших за веру Отечества, вот, ну, сейчас это такая, в общем, модная тема, поэтому, разным воинам и так далее, поэтому тут тоже вот стоит такая памятная табличка. Ну, такой красивый храм. Раньше сюда еще шла Липовая аллея. Да, кстати, еще сохранилась Липовая аллея, тоже там прям рядышком с храмом. Я тоже ее показывал. Она туда идет в сторону Болотниковской улицы. Вот, и когда-то это была такая главная аллея, ведущая вот сюда, вот эту усадьбу. Ну, и дальше дорога шла отсюда из Зюзенов-Ясенево. Вот, и тут Лип очень много было. Ну, они, кстати, и сейчас сохранились, но частично, а раньше было намного больше. А еще был английский сад, Медовый пруд, который сейчас Перекопский обычно называется. Это, по сути, одно и то же. Ну, вот я про него уже говорил. Ну, и все, в общем, такое большое хозяйство, которое обслужило довольно много людей. Ну, а параллельно рядом жили еще и крестьяне. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова